Рынки, подобные Черкизовскому, раньше возникали стихийно, а главными их персонажами были челноки. Их образ стал столь типичным для постперестроечного времени, что в Екатеринбурге его решили увековечить в бронзе. Репортаж Алексея Пономарёва. Как должен выглядеть памятник российским первопроходцам свободной торговли у скульптора Владимира Кривушина вопросов не возникло. Сутулившиеся под тяжестью баулов и чемоданов фигуры, такими запомнили всей стране челноки. Прообразом этого памятника челноков, который вы видите, послужили вот, скажем, те слои, интеллигентские слои. Это учительский состав, педагогический состав и средний слой инженерно-технических работников, которые вынуждены были уйти в челночный бизнес для того, чтобы решать свои проблемы. В начале 90-х Надежда Сычева от безденежья ушла из детского садика, где 20 лет проработала воспитателем на вольные челночные хлеба. Именно она и стала прототипом одной из фигур памятника. Правда, говорит, какого челнок появилась позже. В начале всех торговцев называли спекулянтами. Первое время было очень, даже скажу, даже стыдно. Стояла на рынке, опускала глаза, одевала кепку, чтобы не видно было. Очень много друзей отвернулись от меня. Товарно-рыночную географию челноки расширяли каждый месяц. Турция, кожаные куртки, Польша, трикотаж, греция, шубы, Венгрия, спортивные костюмы. За грамм паспорта едва хватало на полгода. Штампы о пересечении границы ставить было уже негде. В чартерных самолетах летали стоя. Все свободное место занимали тюки с товарами. А новые незнакомые термины, появившиеся в 90-х, девальвация и деноминация, заставляли торговцев по несколько раз в день переписывать ценники. Я, допустим, привозила береты из Ангорки. Тогда это. И как раз там такой скачок был и доллара, и рубль тут все, соответственно. Иначе у меня береты получались, мне нужно было продавать дороже, чем норковые береты. Но зачастую челночная романтика была гораздо прозаичней и реалистичней. После встреч с бандитами многие оставляли рискованный бизнес. Идешь, иду по рынку, сзади такие двое, чувствую что-то острое в бок. Ну, денежки приготовила дама. Пани денежки приготовила. Нету у Пани денежек, я говорю. Нету у Пани денежки, закончились. Пани, тогда пройдем. Но я тихонько вспомнила это слово заветное, шепнула тому бандиту. Он и говорит, ну ладно, будь здорова. Но у нас пароль сменился, запомни новый. К своему скульптурному изображению Надежда относится с иронией. Говорит, 15 лет назад была моложе, худее и сильнее. Питюков с товарами могла поднять гораздо больше, чем ее бронзовые коллеги. Впрочем, этот памятник не только челнокам, но и предпринимательской жилке, которой должны обладать представители этой нелегкой профессии. Скульптур не откажешь смекалкой, ведь он специально сделал эти фигуры полыми внутри. И в это специальное отверстие можно бросать монетки. Когда скульптура заполнится, деньги достанут и пересчитают. Алексей Пономарев, Юрий Капустин, ТВ-Центр, Екатеринбург.